Так, сегодня у нас третья лекция по курсу СУБД, и посвящена она будет коллэйшенам, селекту и вьюхам. Вот, по сути, на прошлой лекции мы пробежались по всем конструкциям, которые есть в селекте, апдейте, инсерте и так далее, но это было так вот. Галопом по Европам. Сегодня мы пройдемся по селекту более подробно. Если останется время, будет докер. Значит, начнем с коллэйшена. Что это такое и зачем оно вообще нужно? Иногда при работе с базами данных возникает задача регистра независимого поиска. В принципе, задача понятна, а проблемы, которые возникают на этом этапе, они обычно не очень очевидны. Значит, суть ситуации в следующем. Регистра независимый поиск из коробки в Postgres отсутствует. И реализуется он различными способами. В принципе, для реализации регистра независимого поиска есть три разных подхода. Значит, подход первый — это использование так называемого коллэйшена. Что такое коллэйшен? Коллэйшен — это правило сравнения строк в зависимости от локали. Когда мы хотим сравнить строчки, ну вообще, в принципе, отсортировать строки в какой-либо таблице, если мы просто возьмем их и по байтово отсортируем и покажем этот результат сортировки пользователю, то с некоторой долей вероятности он просто опешит. Потому что знаки припинания будут сверху, потом пойдет английские большие буквы, потом английские маленькие буквы, затем, значит, будут русские большие буквы, русские маленькие буквы. Буква ЙО вообще куда-то отъедет непонятно куда. И люди, которые привыкли к сортировке, присутствующей в обычных орфографических словарях, будут несколько удивлены такому подходу. Чтобы такой проблемы не было, для разных языков есть разные правила сортировки. То есть отдельные правила сортировки для английского языка, отдельные правила сортировки для русского языка, отдельные правила сортировки для турецкого языка, для китайского, для немецкого, для всех языков, которые есть. Список правил сортировки достаточно длинный. На этом слайде можно увидеть пример отличия разных сортировок. То есть у нас есть строчка, строчка в UTF-8. И в первом столбике идет сортировка по самому простому правилу. Сравнение пассивное. И вот мы видим все вот эти вот проблемы. Подчеркивание, вылезло в самый верх, потом большая русская буква, потом маленькие русские буквы, потом буква Ё, которую, в общем-то, обычные люди не тут ожидают, и потом такая вот экзотическая буква Г. Я не знаю, как она правильно называется. Если отсортировать все то же самое с использованием правил сортировки для UTF-8, такое вот базовое правило для сортировки UTF-8, это локаль. Они совпадают локалью английско-американской. В английской, в великобританской, там та же самая локаль используется. И она имеет определенный номер. ISO 14651. Это вот такой стандарт. В нем описано, как надо сортировать. Многие языки вполне себе адекватно выглядят при использовании данного варианта сортировки. И если мы воспользуемся данным вариантом сортировки, то мы увидим, что у нас строчки отсортировались более привычно для русского человека. Значит, русская локаль немножко отличается по правилам сортировки от английской. И отличается она только вот на вот эту вот пресловутую букву украинская Г. Не знаю, как она правильно называется. Вот. Собственно, это единственная буква, для которой в русской локале используются другие правила сортировки. И, собственно говоря, здесь вот проиллюстрировано, что сортировка в английской локале и сортировка в русской локале может немножечко отличаться. Иногда в некоторых системах на колэйшн, в частности, возлагается задачей регистра независимого сравнения строк. То есть не просто сравнения, но еще и регистра независимого сравнения. И тогда, например, строчки, которые содержат все буквы Е и Ё, они трактуются одинаково. То есть строчки, которые содержат все большую Е и, допустим, на том же месте маленькую Ё, они тоже будут сравниваться одинаково. Колэйшн достаточно хорошо реализован в MySQL. И если посмотрите на слайде, здесь есть забавная страничка, на которой можно посмотреть, какие буквы он трактует одинаково. Это очень познавательно. Вот. Значит, в Postgres есть сравнение колэйшнов, но колэйшн используется из поставки системы. Вот. Значит, еще один момент колэйшн. А колэйшн также используется для преобразования в верхний и нижний регистр. Тут все просто понятно. Казалось бы, мы берем слово Windows, преобразуем в нижний регистр, с локалью латиницей, получаем такой вот Windows. Linux преобразуем в верхний регистр, получаем вот такой вот Linux. В русской локале мы получим точно такой же результат. В других локалях, в разных локалях преобразования, значит, из верхнего в нижний регистр могут быть разными. В принципе, возникает, есть миф, такой достаточно расхожий, что если мы будем пользоваться вот этими вот первыми 128 байтами, символами, которые определены в ASCII, то у нас все будет хорошо. Они везде, в верхний и нижний регистр преобразуются одинаково. Это не так. Например, если взять те же два примера в турецкой локале, то они будут выглядеть гораздо более забавно. Значит, берем. Ну, как вы думаете, в каком символе будет разница? У кого-нибудь есть предположение? I. Да. Символ I. Мы здесь получим тот же самый Windows, только без точки, зато в Linux у нас точка появилась. То есть, причем, еще раз отмечу, что снизу, да, вот эти вот в воски не попадают эти, ну, вот эти буквы I. И I без точки, I с точки. Сверху обе строки, они воски. То есть, когда работаете с регистром независимым сравнением, и вообще с локалью, надо быть крайне аккуратным. То есть, это то место, где можно отстрелить себе обе ноги, совершенно того не заметив. Теперь немножечко постгресс-специфик коллейшена. Значит, в постгресс коллейшен используется из системы. Это порождает ряд неприятных моментов. Во-первых, список коллейшенов будет по умолчанию, если его установили, точно такой же, как список в операционной системе. Ну, например, на моем ноутбуке после установки постгресса на Ubuntu там были коллейшен для английской локали и для русской локали. Все. Вот. Значит, чтобы вот этот вот турецкий пример сделать, сначала пришлось поставить локаль на Ubuntu, потом пришлось добавить коллейшен в постгресс. Это дополнительные телодвижения. Второй момент. Поскольку, собственно, используется коллейшен из операционной системы, то в Unix мы получим коллейшен из Galip-C. В Windows мы получим коллейшен, который реализовывается виндовыми библиотеками. Под Mac OSU поведение коллейшена тоже будет отличаться. И под FreeBSD тоже будет использоваться, что оно будет вести себя несколько по-другому. Поэтому у нас есть неприятная зависимость от операционной системы. В частности, это значит, что если вы, например, сделали уникальный индекс по текстовому полю регистра независимый, то на разных базах данных, которые вы смогли корректно развернуть, она работала долгое время, скажем, под Linux, может не развернуться под Windows по причине того, что уникальность будет нарушена. Потому что правила уникальности будут другими. Вот. То есть поведение разное. Можно получить разный порядок сортировки для одних и тех же данных. То есть об этом, как минимум, надо знать. И еще одна печаль Postgresа, то, что в Postgres регистра независимого сравнения просто нет. То есть коллейшен используется для сортировки, но для регистра независимого сравнения он не используется. Так. Как жить? Значит. Самый распространенный подход, который существует со времен, существует достаточно давно, сводится к созданию так называемого функционального индекса. Можно создать индекс функциональный, в том числе и уникальный, который будет использовать, например, функцию лава. То есть мы говорим, что у нас есть строчка, строчка использует какой-то коллейшен. Если вы коллейшен явно не задали, будет взят коллейшен по умолчанию из операционной системы. Мы создаем уникальный индекс, и уникальный индекс будет не по полю ней, а по функции лаверной. То есть сначала строчка преобразуется в нижний регистр, потом попадает в этот индекс. Если две строчки в нижнем регистре будут одинаковы, то в индекс они добавиться не смогут. В чем плюсы-минусы такого подхода? Плюс очевиден. Эта конструкция относительно понятна. Минусы тоже более-менее понятны. Во-первых, проблему Е и Ё это не решает. Е и Ё при таком подходе это будут разные буквы. Проблему с турецкой локалью это тоже не решает. Если у вас система ориентирована на международный рынок, там локаль по умолчанию для всей базы данных стоит. Английская, как наиболее универсальная, и наиболее, наверное, похожа на все остальные, то, скажем, турецкие пользователи могут выглядеть странно. То есть у них там просто другие преобразования в верхний и нижний регистр. Я слышал, что существуют конструкции, когда буква при смене регистра в верхний и нижний распадается на две, но пример привести, к сожалению, не могу. То есть это вот с точки зрения функционала. И еще один неприятный момент, когда используются запросы, нам надо везде name указывать lower name. Если мы укажем просто name, индекс работать не будет. То есть все запросы, работающие с этой табличкой, должны использовать вот эту вот волшебную конструкцию при поиске по имени lower name, lower name, lower name. Значит, ну, идея понятна. Надеюсь. Поскольку писать lower name все время утомительно, ну, кстати, аргумент тоже придется преобразовывать на стороне постгресса в нижний регистр. Почему? Потому что сделать преобразование в lower case на стороне приложения, потом передать строчку уже в нижнем регистре, это опять-таки у нас может быть проблема, связанная с тем, что правила преобразования в верхний и нижний регистр будут разные, мы получим совершенно неожиданные сайд-эффекты. Вот. Поскольку писать lower name все время утомительно, существует расширение, которое позволяет этим не заниматься. называется цитекст. Суть его сводится к следующему. Оно добавляет в пользователь отдельный тип цитекст, case-essensitive текст. У него могут быть разные коллейшины, но при работе, при сравнении этих строк, при создании индекса внутри себя это расширение уже будет делать вот это несчастное преобразование к нижнему регистру. То есть вот эта конструкция и вот эта конструкция они функционально будут одинаковы. Субъективно пользоваться этим удобнее. Данное расширение оно не входит в поставку ну оно не входит в позагресс из коробки. Но оно настолько часто используется, что если вы поставите позагресс например под убунту оно будет стоять рядом. Единственное что его нужно руками добавить в базу. Добавляется в базу оно примерно вот такой командой. Create extension дальше указывается можно сказать что добавить только если его нету и название ctext. После этого им можно пользоваться. Так по регистру независимому сравнению все. Вопросы есть на эту тему? Так теперь вернемся к нашему несчастному select этот слайд благополучно взят в предыдущей лекции и давайте еще раз пройдемся из того кратенько пройдемся из того из чего он состоит состоит у нас следующая конструкция собственно select значит сверху with это различные запросы на которые этот select может ссылаться злоупотреблять этим не надо оно позволяет делать некоторые трюки но в целом надо понимать что во первых это нестандартная расширение ну нестандартная функция SQL она завязана подгас во вторых все что записано в виз будет выполняться так как оно есть то есть можно очень неслабо так просадить производительность в слаке был пример запроса который добавление записи если не существует используем трех-четырех виз не надо так делать это доведение задачи объединения в один запрос до абсурда вот значит потом все или дистинкт по умолчанию выбирается все список того что мы выбираем из какой таблицы или таблиц условия по которым будут отфильтрованы данные условия по которым будет произведена группировка условия по которым будет отфильтрованы данных после группировки having union соответственно и дальше еще таблицы сортировка конечного результата уже после объединения по union limit offset если мы хотим получить не весь результат а только какую-то его часть печь это тот же что и limit offset только в синтаксе сот IBM и отдельно full update если мы хотим потом эти данные поменять и хотим на момент взятия этих данных поставить на них блокировку значит начнем с подзапросов то есть суть подзапроса следующая иногда в вот эту конструкцию набор таблиц условия выборки потом группировка фильтрация рецепт группировки вместить всю необходимую нам логику получения данных не получается и хочется какую-то часть выполнить отдельно то есть запросы 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 бывают подзапросы бывают первое это их можно использовать в выражении select вполне себе их можно использовать в выражении where и их ну и из них можно делать select при желании причем выражение в запрос может можно использовать двумя разными способами Значит, первый вот этот запрос, вот эти два запроса принципиально отличаются следующим моментом. Здесь под запрос не используют данных внешнего запроса. То есть в нем никак не используется таблица T1 в нашем случае. Что это значит? Это значит, что он может быть выполнен отдельно без использования внешней таблицы один раз на весь внешний запрос. Такой запрос называется некоррелирующим. И снизу, если посмотрим, здесь запрос использует эту таблицу, вот она. Такой запрос называется коррелирующим. Коррелирующие запросы в большинстве, если смотреть на запрос именно в лоб, без учета всякого рода оптимизации, они выполняются один раз на каждую строчку внешнего запроса. То есть это такое дорогое удовольствие. Поэтому лучше их избегать. В некоторых случаях оптимизатор способен переформулировать запрос так, чтобы коррелирующий запрос либо стал некоррелирующим, либо значит он стал внутри, ну обрабатывался как join и как-то срезать эти углы. Но в целом использование их нежелательно. Лучше их избегать. То есть если уж совсем не в дату, то бывает. Но в общем случае лучше их не использовать. Значит, по запросам, что, какие есть еще варианты? Значит, есть волшебные слова. Exists, потом not in, any, all. Значит, с exist — это выполнить запрос, если результат такого-то подзапроса вернул что-то. Not in — проверить на то, что результат, ну, значение попадает в какое-то множество, которое возвращает вот этот вот под запрос. Если мы хотим сделать какие-то сравнения на больше, меньше, либо равно, то можно воспользоваться словами либо any, либо all. В зависимости от ситуации. Any — это хотя бы одно, один из кортежей, который возвращает под запрос, должен удовлетворять, значит, условия выражению. All — это все. То есть, ну, простой пример. Взять из таблицы t1, если значение поля s1 больше любого значения из вот этой выборки. Здесь, например, равно любому значению. Равно хотя бы одному. Равно хотя бы одному, но это фактически in. То есть, вот эти две записи — они эквивалентны. То же самое здесь. Не равно всем — это то же самое, что not in. Так, поехали дальше. Значит, также есть возможность сравнивать не конкретное поле с результатом выполнения подзапроса, а кортеж. То есть, сравнивать сразу по два поля. Ну, синтаксически все то же самое. Точнее, синтаксически отличается, но суть та же самая. Вот. И здесь вот, в общем-то, я думаю, проблем не должно возникнуть. Так, exist, not exist — это в целом тоже все должно более-менее понятно. Выбираем все магазины, у которых есть хоть одна запись, где магазин данного типа присутствует вот в списке городских магазинов. Они в большинстве случаев вот именно, как бы, коррелирующие. Это не обязательно, но часто они коррелирующие бывают. Так, под запросы также можно использовать выражение from. Значит, ну, взять среднее из всех сумм по, вот, сгруппированное по какому-то столбцу. Единственный момент, который нужно не забывать, если под запрос используется выражение from, ему обязательно надо сделать алиас, даже если это запрос один. Так же, если там присутствует какая-то агрегация, ей тоже нужно дать алиас, чтобы можно было потом из вышестоящего запроса к нему обратиться. Так вот, синтаксическая особенность. Так, оконные функции. Иногда при выполнении какого-то запроса нужно знать значение, которое зависит от того, вот, именно от порядка пробега этих данных. Например, номер строки. Ну, номер строки – это хистоматийный пример вот этой вот оконной функции. Это вот взять номер строчки по порядку. При этом важно понимать следующий момент. Если, например, выполнить вот этот запрос, то совершенно необязательно, что поле row number будет 1, 2, 3, 4, 5. Оно вполне может быть в любом произвольном порядке. Да, там будут все присутствующие значения, все от единицы до количества строк, но порядок, в котором будут возвращаться эти кортежи, он, в общем-то, не определен. Также сортировка внутри оконной функции может не совпадать с сортировкой самого запроса. Если оконной функции несколько, ну, например, мы хотим посмотреть сразу и row number, и rank, но писать вот эту вот длинную простыню order by мы не хотим. Каждый раз на каждой оконной функции мы можем сделать и alias. Row number over alias, rank over alias, и сам alias объявляется после from. Также в оконных функциях можно воспользоваться неким вот, добавить определенные условия типа v. Оконных функций много, вкратце пробежимся по их списку. Это номер строчки, номер первого элемента из данной группы, то есть, если элементов несколько, они будут иметь одинаковый номер, dense rank — номер группы, percent rank — это относительный ранг текущей группы, first value — это первое значение, которое попалось вот для данного конкретного поля, last value — соответственно, последнее, и n-ное значение — ну, n-ное. Если мы хотим написать вот такое вот изобразие, то есть, мы хотим выбрать всех сотрудников, и для каждого департамента нам важно знать хотя бы одного сотрудника, причем нам совершенно не важно, кто это, то есть, ну, какой-то первый. Имя первого и возраст его же. Мы, значит, делаем группировку именно по департаменту, и нам нужно знать первое. Если мы хотим вот так писать, то вместо того, чтобы писать вот эту колбасу, можно воспользоваться несколько более упрощенным синтаксисом. Он функционально будет эквивалентен. Select Distinct — поле, которое должно быть уникальным. Здесь те поля, которые тут не перечислены, будут первыми. Нет никакой гарантии, какой именно. То есть, если порядок задан, то это будет первое по данной сортировке. Если порядок не задан, то, ну, как поведет. Так, Union. Union используется, когда нам нужно по какой-то причине объединить результаты двух разных запросов. То есть, мы взяли один запрос, взяли второй запрос, и хотим, чтобы получить их вместе. Значит, вот у нас, допустим, две таблички. Person Amount, Person Amount. Вот это, допустим, продажи за разный год. Продажи за 2010 и продажи за 2011 год. Вот. И мы хотим их объединить. То можно воспользоваться запросом. select-звездочка from, sales, union all, select-звездочка from, sales. Union — это, наверное, одно из нелюбимых ключевых слов, которые есть в SQL, по той причине, что, в отличие от всех остальных конструкций, которые используются, он по умолчанию distinct. В результате возникает следующий момент неприятный. Если мы берем и говорим, что мы хотим объединить вот эти две таблички вот просто через union, ну, кратенько, простенько и со вкусом, то во многих, ну, если не знать о том, что union по умолчанию distinct, мы можем получить результат, который выглядит правильно со стороны, но таковым не является. Он очень похож на корректный, но что-то здесь не так. То есть мы смотрим, значит, на продажи за два года. Если мы посчитаем их количество и сумму, то мы увидим, что они не совпадут, если мы посчитаем количество и сумму отдельно по продажам за 2010-2011 год. Почему это произошло? Это произошло по той причине, что некто Алекс в разный год сделал одинаковый результат. Поскольку union оставляет только уникальные значения, продажи Алекса схлопнулись, и он как бы работал в два раза меньше, чем есть на самом деле. Это специфическая особенность union. С ней можно только смириться. Я не верю, что это дефолт после существования, на протяжении последних 30 лет кто-то поменяет. Поэтому про это надо знать и помнить. Еще один невриятный момент касательно того, что он по дефолту distinct, заключается в том, что для того, чтобы получить список уникальных значений, эти значения надо как-то проверить на уникальность. Проверить, что мы не отдавали такое значение раньше. То есть отдать два раза запись Alex 200 по стандарту нельзя. СУВД должна пройтись по этим данным и каким-то образом это дубликат отсечь. Обычно отсечение дубликатов идет через хэш-таблицы, и в общем-то удовольствие это не дешевое. То есть если у вас есть табличка на миллион записей, то убрать из нее дубликаты в общем-то не самое радостное занятие. Причем в большинстве случаев никому не нужное. Поэтому я крайне рекомендую привыкать писать union all, это позволяет как бы спать покойнее. Здесь если мы напишем union all, мы увидим, что Alex появится дважды. Сказать какая из этих строк какой таблицы принадлежит мы не можем, но тем не менее. Joiny. Еще один вариант объединения таблиц. Таблицы объединять по union понятно. Сначала один результат, потом другой результат. Иногда нужно их объединить не вертикально, а горизонтально. Склеить по какому-то полю. В SQL существует множество видов join. Они позволяют объединить фактически все варианты кружочков, которые есть, можно как-то реализовать в рамках SQL. Сейчас пройдемся по ним по порядку. Значит, для иллюстрации того, как работают join, будет вот такой небольшой набор данных. Сотрудники и департаменты. При этом отдельно замечу, что у нас есть некто John, который внезапно не относится ни к одному департаменту. Также отмечу, что у нас есть отдельный департамент маркетинга, в котором также внезапно никого нет. Запомните John, маркетинг, эти два момента. Все остальное более-менее понятно. И вот идентификатор департамента можно использовать для связывания департаментов и сотрудников. Вот у нас такие две таблички для иллюстрации вот этих вот join. Ну, поехали. Значит, первый вид join, который, в общем-то, соединением таблиц как таковым не является, это cross join. Cross join это декартовое произведение. То есть у нас берется и для каждой таблицы из одной, для каждой его кортежей из одной таблицы, записываются все кортежи из другой таблицы. Если какая-то из этих таблиц пуста, мы получим пустое множество. Количество кортежей, которое будет на выходе, будет равно количеству кортежей в одной таблице, умноженное на количество кортежей в другой таблице. То есть, если мы возьмем вот этот пример простой, то у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 сотрудников и 1, 2, 3, 4, 4 департамента. Итого, сколько у нас будет записей? 24 записи. Синтаксически записывается такой вид соединения таблиц, либо через волшебное слово cross join, то есть сотрудники департамента cross join, либо можно записать немножечко короче через запятую. То есть вот это вот, в общем-то, одно и то же. Так, cross join, все понятно? Если возникают вопросы, задавайте. На следующем занятии будет контрольное, поэтому лучше спросить сейчас. Вот, cross join, с ним все ясно. Следующий. Следующий. Это inner join. Inner join это, по сути своей, тот же самый, ну технически, это тот же самый cross join, из которого остаются значения, указанные в условии on. То бишь, в нашем случае, департамент 1 сотрудника равен департамент ID департамента. То есть те, у которых совпадают, те записи, полученные в результате вот этого декартового произведения, у которых совпадает департамент. Если какая-то из таблиц, участвующих в соединении через inner join будет пустой, мы получим пустой результат. Значит, идеологически этот результат получается примерно следующим образом. Мы берем первую строчку, смотрим 31 департамент и записываем напротив все 31 департамент. Получим S, потом вторую строчку Jones, 33 департамент, записываем все 33 департаменты. Стейнберг, 33 департамент, записываем все строчки 33 департамента. Робинсон, 34 департамент, записываем все строчки 34 департамента. Смит, 34 департамент, записываем все строчки 34 департамента. Джон, департамент null, записываем все строчки департамента, идентификатор которого равен null. По определению таких департаментов быть не может, потому что null не равен ничему. то есть эта строка выпадает и того у нас должно получиться 1 2 3 4 5 строк и у нас здесь действительно 5 строк если посмотреть на вот эти несчастные кружочки то мы увидим вот примерно такую картину то есть мы cross join и inner join это пересечение все запись все записи все соответствия записи а записям b так inner join может быть записан другим способом а именно через в декартовое произведение и в совпадает департамент то есть берется декартовое произведение и отсекается только то где департаменты равны в плане оптимизации оба варианта работают абсолютно одинаково то есть оптимизатор понимает что когда вы пишете вот такую конструкцию это не значит что он должен взять все записи из сотрудника все записи из департаментов сделать декартовое произведение а потом уже по декартовому произведению отсекать лишнее он вполне понимает что вы хотите сделать именно join так то есть технически это токсические вещи эквивалентно рекомендуется писать не через в а через join по причине того что этот код обычно лучше читается и человеку который читает запрос проще понять а что вообще здесь происходит так дальше значит вот это вот волшебные условия он который вот здесь в она может быть записано разными способами значит самый простой способ самый кратенький это натураль натурал 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 джойн это не вицей натурал в данном случае не вид соединения это вид задание условия по которому таблица будут соединяться то есть в данном случае показан и нэр 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 джойн слоу и нэр в джойне можно опустить она в общем то является лишним избыточным и слово нэр джойн значит что соединение будет производиться по тем столбцам название которого в обоих частях соединения одинаково значит по всем которые одинаково их может быть несколько одно два три ну больше там ну не меньше да и ни одной из них не должно быть на до столбец в данном случае если посмотрим эти таблицы по и deep department то в обоих в обоих таблицах присутствует поле department айди она имеет абсолютно одинаковый тип и абсолютно одинаковое название имя на какой тип одинаковое имя поскольку она присутствует и там и там она будет участвовать в как для соединения значит в при выводе результата поскольку здесь используется natural join и поле одинаковое и в обоих таблицах она в любом случае одинаково она будет выведена только один раз ну в общем то это такая маленький бонус да индекса влияет индексы влияет на скорость соединения о том как они работают мы будем обсуждать во время оптимизации ну когда будем говорить про оптимизации запросов но в целом внутри суббд существует несколько разных алгоритмов соединения и в зависимости от того какие индексы есть и как какой у нас какие уж по какому условию происходит соединение будут они разные стратегии то есть на индексах для всех полей которые участвуют foreign key создавать крайне желательно то есть бывают экзотические случаи когда у нас в таблице три записи и в общем то все тогда индекс необязательной но если там количество записи разумно и относительно такое не нулевое то индекс нужен и как была бы синтаксическая ошибка да можете попробовать ну под запрос алиасы можно но я думаю если уж у вас поля имеет разное имя то вот такой синтаксис будет как бы более простой чем родить огород с запросами это просто бренд записи вот этого он вот вот этой вот вот это выражение так нет у джойн есть еще один вариант который мне нравится больше я не рекомендую использовать натриал джойн по какой причине у вас есть таблица есть натриал джойн у вас есть таблица выдох вы добавили в нее столбец если этот столбец внезапно совпадет с другим столбцом по имени и по типу с которым вы где-то делаете джойн через метров то у вас поменяется условие соединения да но это бессмысленно ну по сути да получится пересечением так поэтому лучше использовать джойн юзинг либо джойн он либо джойн юзинг это тоже вариант задания вот это условие но список столбцов по которым будет соединяться таблицы задается явно то есть причем тут префикс здесь соединение идет по всем столбцам у которых в двух таблицах совпадают имена и названия префикс он тут не применим порядок столбцов не важен важные названия и типа здесь задаются явно поля по которым я цене их можно задать несколько этот в синтаксис более предпочтительным потому что в случае если вы добавляете столбцы либо удаляете столбцы у вас поведение запросов меняться кардинально не будет здесь в общем то вот это поле department id должно явно присутствовать как в таблице мплая так в таблице department вот и они должны они по-прежнему должны быть одного типа но вот здесь список полей задается явно и при выводе мы его тоже увидим один раз ну пошли дальше left outer join самый распространенный join это inner join и вот left outer значит слово inner и слово outer это базворд а они есть но они не нужны их можно не писать никакой функциональной нагрузки от них нет то есть если у джоина не указано там left right full то он будет в любом случае на вне зависимости от того напишите вы это или нет то же самое если у вас лайк джоин джоин всегда будет аутер вне зависимости от того напишите это или нету left inner join не существует поэтому слова inner и аутер они являются лишними их можно не писать так что здесь происходит чем он отличается от и на джоина от и на джоина left outer join от и на джоина отличается тем что в случае с и на джоином у нас будут только пересечения а в случае с аутер джоином у нас попадет выборку записи из той или иной таблицы которые не имеют себе пары не имеют соответствующего им значения в нашем случае у с джоин соответственно будут вы будут использованы все записи из левой таблицы в левой таблице единственная запись у которой не было пары это джон и вот мы ее здесь видим у нас было 6 записей и соответственно мы получили тоже 6 записи если бы у нас было несколько департаментов с одинаковым идентификатором записи было бы больше да но все нам отсутствующие данные будут забиты на вами то есть мы здесь видим что у нас нету департамента для джона поэтому у него департамент айди и департаментный нал оба если посмотреть на вот эту табличку то идеологически left join выглядит следующим образом у нас две таблицы которые джойница одна левая 2 правая левая та которая написана до джойн правая та которая написана после слова джойн в данном случае значит employ left join department это значит имплой будет левой департамент будет правой и из левой таблицы берутся все записи то есть мы берем раф этот рафферты смотрим 31 департамент выписываем все департаменты с 31 модификатор получается рафферте 31 sales joins joins 33 инжиниринг стейнберг 33 инжиниринг робинсон 34 clerical смит 34 cleric джон нау нау никогда не будет иметь все пары потому что он нал 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 в случае с инер джойном записи у которых не было соответствующим записи отсутствовали случае с лэп джойном они присутствуют так вернемся так да правый джойн рай джойн принципиально от лэп джойна не отличается ничем и симметричная вещь но только в случае с лэп джойном у нас будут все записи из левой таблицы которые не имеют по соответствующие в случае с лэп джойном будут все записи с правой таблицы которые не имеют соответствующих других записей то есть в нашем случае здесь я немножечко сделал следующее если здесь я сделал выборку из мп лэп джойн департ мент то здесь департ мент райд джойн плой ну просто для того чтобы показать что они симметричны и если таблицы две местами поменять и написать райд джойн положим тот же самый результат ну потому что здесь департ мент правый левый а имплойер правый я их просто местами махнул но здесь имплойер левый департ мент правый а здесь департ мент левый имплойер правый и мы получили вот точно такую же выборку есть еще один вариант лево-право джойна такой который выбирает все записи которые не имеют соответствующие это full joy на практике он нужен крайне редко но тем не менее он существует суть его заключается в том что в нем будут все записи из левой таблицы которые не имеют право пары все записи с правой таблицы которые не имеют пары то есть в данном случае у нас не было пары у джона и вот мы получили запись джоном которая забита на уме у нас не было записи пары у записи маркетинга поэтому мы получили опять-таки налог понятно нет ну наверное поменять таблицы местами было бы был не очень хороший гей если здесь написать from имплой райд аутер джойн департ мент то джон исчезнет появится маркетинг понятная идея ну левый правый джойна симметричны так где потому что у маркетинга нету соответствующей записи из сотрудников там нет сотрудников если взять здесь написать from имплой райд аутер джойн департ мент то у нас вот эта запись исчезнет а вот эта запись останется то есть маркетинг останется а джон исчезнет то есть full аутер джойн задержится все записи идеологически его можно записать без слову через вот такую конструкцию в принципе примерно таким образом он выполняется внутри subd то есть сначала берутся обычный аутер джойн либо левой либо правой ну для простоты левой мы делаем выбираем все записи делаем левый джойн вот вот этот кусок этот кусок если посмотреть на этот слайд дает нам все кроме маркетинга верхний запрос перед юнионал даст нам все кроме маркетинга все записи которые у нас есть кроме маркетинга и в конце записи которые относятся к маркетингу это райд джойн департ мент по тому же условию с единственным дополнительным условием где сотрудника не существует каждый сотрудник у как который находится в каком-то отделе он бы продублировался значит если убрать ол и убрать в то в данном конкретном случае мы получим тот же самый результат хотя запросы будут не эквивалентны почему потому что если здесь у нас появится два джона одного возраста нет два джон два смита одного возраста работающий в одном и том же отделе то в случае с вот этим запросом ну точнее либо с вот этим либо с вот этим здесь запись будет продублирована если мы уберем юнион ол и уберем вот это в то вот этого дублирующегося сотрудника съезд и унион у нас здесь да которые в этих отделах есть поскольку у нас райд джойн отделы как в которых нет сотрудников будут и будут присутствовать в результате выборки но вместо сотрудника у них будет везде нал поскольку у нас условия что департамент сотрудника и знал эти сотрудники а из результирующей выборки в результирующей выборке останутся только те записи у которых те отделы у которых сотрудников нет потому что те отделы у которых сотрудник есть автоматически вот это вот условия не пройдут понятен кульбит нет то есть если посмотреть вот вот конкретно вот этот запрос будем считать что имплой это а департамент это б то вот этот вот верхняя часть это вот эта часть кружочка кружочек а нижняя часть это вот это вот полумесяц б и если мы уберем в то у нас вместо полумесяца будет целиком кружочек б но пересечение соответственно попадет в выборку дважды и 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 выбрать всех сотрудников, которые работают в той же стране, что и эталонный сотрудник. Так, ну ладно. Если мы захотим выбрать, вот так вот просто ограничимся вот этим вот началом, то у нас все сотрудники будут важны. Почему? Потому что работает в той же стране, это, в общем-то, условие, которое является взаимным. То есть, если я работаю в России, Ваня работает в России, то я работаю в той же стране, что и он, и наоборот, он работает в той же стране, что и я. То есть, чтобы записи не дублировались, имеет смысл их как-то ограничить, например, сравнивая побольше-меньше по идентификатору. Это уберет дубликаты. Ну и плюс порядок тоже иногда бывает не лишним. Так. Можете еще раз объяснить, если я работаю, что я работаю, что я работаю, что я работаю? Кошаговый, что я работаю? Кошаговый? Не вопрос. Значит, мы хотим получить всех сотрудников, которые работают в той же самой стране, что и другой сотрудник. Для этого берем, делаем запрос. Выбрать первый сотрудник, first, s, second, alias. Мы как-то должны отличать, из какой выборки по данной таблице мы будем брать. Значит, берем сотрудник first, нас интересует от него идентификатор сотрудника и его имя. Соединяем с собой же, назовем эту таблицу second, и условия соединения совпадает страна. Мы получим в результате вот этой вот выборки, на данном примере, 12 записей. Почему? Потому что, если у... Там, Джонс работает... Так, сейчас я... Надо было еще один столбик с именем сделать. Ну, да ладно. Если, значит... Да, у нас Джонс. Джонс работает в той же стране, что и Стейнберг. Поэтому у нас будет запись Джонс-Стейнберг и Стейнберг-Джонс. Одновременно. И то, и то. Чтобы дубликаты отсечь, которые, в общем-то, когда запись пересекается сама с собой, можно добавить, каждую пару выводить один раз. Мы можем сравнить их по идентификатору. А если идти А, идентификаторы не могут быть равны? Идентификаторы не могут быть равны. На то они идентификаторы. Вот. Ну и сортировка какая-то. Мы получаем примерно вот такую табличку. В итоге. Соответственно, если мы берем вот это В, то здесь вместо 4 записи у нас будет 8. Потому что у нас будет запись... Помимо записи Рафферти-Джонс, будет запись Джонс-Рафферти, Стейнберг-Рафферти, Стейнберг-Джонс, Джонс и Смис. Понятная идея, нет? То есть, каждая пара выводится один раз. Поскольку пары симметричные, их надо как-то отсечь. Самый простой вариант, либо по идентификатору, либо по имени, но с именем надо быть аккуратным, потому что имя может совпасть. В отличие от идентификатора. Теперь такой вот маленький холиварчик под запросы против джойнов. Значит, здесь 3 запроса приведено. Все эти 3 запроса выдают абсолютно одинаковый результат. Вот абсолютно одинаковый. Это одно и то же записано разными словами. То есть, мы берем всех сотрудников и все отделы, которые к этим сотрудникам относятся. Значит, точнее, мы берем всех сотрудников, которые работают в отделах. Кстати, я не прав, они не эквивалентны. Ну ладно. Тут есть нюансы. Если считаешь, что департмент идей уникальный, то они будут эквивалентны. Значит, здесь, снизу через джойн сотрудник, цепляем его к отделу и все сотрудники, которые не попадают ни в один отдел, они просто-напросто не попадут в результат выборки. Это через джойн. Есть некоррелирующий под запрос, когда мы говорим, что мы хотим получить всех сотрудников, у которых идентификатор отдела попадает в множество всех идентификаторов отдела. И коррелирующий под запрос. Мы говорим, что мы хотим всех сотрудников, у которых существует отдел, в котором этот сотрудник работает. то есть, почему эти запросы эквивалентны при условии уникальности идентификатора отдела, понятно или нет? все три запроса будут выдавать один результат. Значит, этот коррелирующий под запрос. Почему коррелирующий? Потому что у нас есть сотрудник, и этот сотрудник, отдел сотрудника, используется внутри под запроса. то есть под запрос используют все данные внешнего запроса. У нас есть некоррелирующий под запрос. Почему некоррелирующий? Потому что под запрос не использует никаких данных, которые используются во внешнем запросе. и у нас есть джойн. Как вы думаете, что является наиболее предпочтительным при работе с БД? Какой из трех вариантов? Наиболее предпочтительным является джойн. То есть с УБД лучше всего делают джойны из этого списка. Значит, потом идет некоррелирующий под запрос, потому что внутренний запрос может быть выполнен один раз на весь запрос. И самый худший случай это коррелирующий под запрос, который с точки зрения синтаксиса этого запроса может быть выполнен один раз на каждую строчку. То есть запроса есть ли отдел для данного сотрудника может быть выполнен один раз на каждого сотрудника. В некоторых случаях с УБД способна понять, что от нее хотят и привести коррелирующие и некоррелирующие подзапросы к варианту с join'ом внутри себя, на уровне оптимизации запроса. Но крайне не рекомендую на это надеяться. То есть в один момент оно может либо так не заработать, либо решить, что все-таки давайте мы... Ну, то есть может что-то пойти не так, и, в общем-то, надеяться на анализатор запросов это не самая хорошая идея, которая есть. Лучше писать так, чтобы оно было максимально ему понятно, чтобы наименьшее количество действий нужно было сделать, чтобы выполнить запрос. Еще возможны такие неприятные вещи, как во время выполнения оптимизатора у него есть ограниченное количество... Ну, то есть оптимизатору дано ограниченное количество времени, чтобы решить, как этот запрос выполнить как можно более эффективно. И чем запрос ближе к адекватному варианту изначально, тем, соответственно, больше шансов, что он будет выполнен оптимально. Так. Кто-нибудь помнит, чем коррелирующий запрос от некоррелирующих отличается? Коррелирующие, это где внутри используются данные из внешнего запроса. Их надо всячески избегать. На следующий контрольный варианты с коррелирующими и некоррелирующими подзапросами будут не в фаворе. Надо будет писать через join. Привыкайте использовать join. В некоторых ситуациях может понадобиться использовать какие-то данные как таблицу. Ну, например, самый простой вариант, который можно написать, select 1. Вот если мы напишем select 1, то мы получим один кортеж, в котором будет ровно одно значение, и это значение будет единица. Такая вот табличка. В некоторых случаях имеет смысл получить какой-то набор констант. Для чего это может понадобиться? Например, мы хотим join с датой. То есть собрать статистику по месяцам или собрать статистику по дням. Если мы будем просто использовать группировку по дате, то даты, для которых нет данных, не попадут в финальный отчет. И в такой ситуации может понадобиться сгенерить какую-то последовательность и уже дальше из этой последовательности что-то иметь. Значит, самый простой вариант генерить последовательность из пяти значений, это, например, сделать через union. Select 1, union, no. Select 2, union, no. Select 3, union, no. Select 4, union, no. Генерить последовательность из стат чисел таким способом может быть утомительно. Можно для этого воспользоваться рекруксивным подзапросом. Он вполне есть в стандарте SQL и позволяет написать, получить последовательность без лишних расширений, если поддерживается данный стандарт. Что у нас здесь произойдет? Мы выбираем все записи. В качестве выборки у нас будет одно значение, начальное значение 1. Дальше для каждого последующего будет выбираться предыдущее полученное значение плюс 1 до тех пор, пока их меньше пяти. Этот запрос генерит точно такую же последовательность от 1 до 5. Не знаю, запомнить ли кто-нибудь это. В плосказ можно написать немножко попроще. Можно сказать, что у нас есть массив 1, 2, 3, 4, 5 и мы хотим каждый элемент этого массива видеть как отдельный кортеж в таблице. То есть вот это все эквивалентные запросы. Они удают абсолютно одинаковый результат, просто немножко по-разному выполняются, немножко по-разному записаны. Если нам нужна последовательность именно целых чисел от 1 до чего-то, мы можем сделать еще проще. Воспользоваться волшебной конструкцией, сгенерировать последовательность от 1 до. n. Там три аргумента. Начало, конец, шаг. По умолчанию шаг равен 1. Да. А что значит после unset у нас идет n? Где? вот это? Алиас столбца. Ну, то есть вот здесь вот, если посмотреть на самый-самый верх, сейчас, то здесь написано select1 as n union all. Вот а с можно не писать. Select1n, это будет как раз получить значение 1 в столбце, и столбец с этим значением назвать n. При использовании union имена столбцов берутся из первого запроса. для чего может понадобиться? Один из вариантов использования вот этих вот последовательностей кортежей, генеренных, это, например, нам нужно получить идентификатор для записи в таблицу до того, как мы хотим туда вставлять данные. То есть, если мы берем, делаем таблицу городов, к примеру, и говорим, что у нас есть столбик автоинкремент, идентификатор региона и название, мы добавляем город, делаем insert into city, name, values, не знаю, там, Москва, то получить идентификатор Москвы мы можем как? Какие вообще варианты есть? Самый простой вариант написать insert into city name values Москва returning id. Мы получим идентификатор после вставки. То есть, выполнили запрос, нам вернули значение новой записи. В некоторых случаях бывает предпочтительным получить идентификатор до вставки записи. Разные могут быть причины. В такой ситуации можно выполнить следующую конструкцию. Можно сказать дай мне следующий идентификатор из последовательности. Значит, функция next возвращает следующий идентификатор из какой-то последовательности, из секвенса. Значит, секвенса у нас здесь явно не создавался, мы не знаем, как он называется. поэтому мы говорим сначала дай мне имя секвенса, который отвечает за поле. И передаем имя таблицы и имя столбца . То есть, вот эта функция вернет название секвенса, а это вернет значение из этого секвенса. Следующее. если мы будем выполнять вот этот запрос, то он будет выдавать нам каждый раз новое уникальное значение. То есть, суть секвенса сводится к тому, чтобы выдавать уникальные значения. Ну, в большинстве случаев оно работает как простой автоинкремент, то есть, каждое следующее значение будет больше предыдущего на единичку, но это не обязательно. И в данном случае важно то, что это значение будет уникально. Если мы хотим вставлять массовые записи и нам нужен не один идентификатор, а скажем 10, то можно соединить вариант из вот этого способа с вот этим и получится примерно такая конструкция. Получится 100 идентификаторов. Потом эти идентификаторы как-то используют. закончились, взяли еще сотенку. Это бывает полезно. Так. Еще один интересный момент, который встречается при работе с СУБД, заключается в следующем. Некоторые люди делают не очень правильные таблицы, которые не нормализованы. и возникает ситуация, когда нужно два столбца, они содержат в себе значения, ссылающиеся на одну и ту же таблицу, и нам нужно получить все значения из этих двух столбцов, но в одном столбце. То есть сначала один столбик, потом union all значения из второго столбика, той же самой таблицы. Если написать вот такой волшебный код, то мы действительно получим эти данные. Но у него есть один существенный недостаток. Каждая таблица будет прочитано дважды. То есть сначала один раз мы ее прочитаем, мы из нее получим call ID, потом второй раз прочитаем, получим call 2. При этом какого-то такого большого смысла в чтении от них тех же данных дважды ради того, чтобы сначала взять один столбик, потом взять второй столбик, нету. Если этих столбиков будет не 2а5, то все будет более грустно. В постгресс это можно обойти следующим кульбитом. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Мы берем первый столбик, второй столбик, объединяем их в массив и говорим, а теперь каждый элемент массива получить отдельной строкой. то есть вот эти две конструкции они будут эквивалентны. Разница в том, что здесь мы прочитаем данные дважды, здесь мы прочитаем данные один раз. Так, рекурсивные запросы. Еще раз напомню, как они делаются, просто имейте ввиду, что такая штука существует иногда полезно. Рекурсивный запрос виз рекурсив это ключевое слово, которое говорит о том, что он будет рекурсивным. Потом выборка из этого запроса. При выборке идет ссылка на рекурсию. рекурсия делится на две части. Первую и вторую. Они соединены через union. Union в данном случае это не объединение именно в виде union, это именно ключевое слово, которое обязательно в рекурсивном запросе, оно может быть union дистинкт, по умолчанию оно union дистинкт, но суть в том, что оно является обязательным. Делит запрос на две части. Первая часть, с которой начинается поиск, начальные условия, то есть это первый уровень, и потом последующие уровни, которые будут выполнены для данного запроса, соединенные с первым уровнем, ну, не с первым, предыдущим уровнем. В данном случае выборка идет именно соединение населенного пункта страны, области и так далее. Разматывать его можно в разные стороны, бывает полезно. Так, дальше что у нас? А там различаются union и union дистинкт? Да. Union и union дистинкт всегда различаются. Здесь важно, чтобы было либо union or, либо union distinct. Это будет влиять на окончание запроса, но, скажем, убрать union из рекурсивного запроса в принципе нельзя. Он там должен быть. Так, еще немного про хитрые особенности with. Значит, допустим, у нас есть несколько табличек. Вот такая простая схема. Игрок, персонаж игрока, у него есть идентификатор, у него есть имя. Квест, который он мог сдать. Игроки сдают квесты, пошел, нашел персонажа, сдал ему квест, получил короткий ревард. Есть внутриигровая почта, где игрок, игровой персонаж, у него, значит, почтовый ящик, он может подойти к нему, забрать почту. И почтовый ящик могут лежать, у него, у игрока могут лежать персонажи как в сумке, так и в почтовом ящике, как в качестве аттачментов. Задача. Всем игрокам, у которых сдан квест на Кащея, дать меч кладенец. Такой вот вариант миграции. То есть в предыдущей версии был квест на Кащея, квест бажал, меч не давал. Тут решили, что этот квест должен выдавать меч, надо эти мечи раздать. Самый простой вариант положить меч в сумку. Это не очень хорошо по причине того, что игрок этого просто не заметит. Вот если у него исчезнет меч из сумки, он это заметит. Если там появится меч, он это не заметит. Поэтому в такой ситуации вариант разослать ему внутриигровую почту, письма с вот этими мечами. Как это можно сделать? Ну допустим, мы берем всех, кто выполнил квест. Допустим, у нас квест имеет идентификатор 42. Ну так, для примера. Получили. Легко и непринужденно. Потом создали письма. Добавить, значит, письма и получателем будет те, кто сделал квест, идентификатор аватара. идентификатор письма, шаблончик. Допустим, 17-й, компенсация. Идентификатор квеста 42. Все хорошо. Создать письма мы можем. Теперь вопрос. А как создать предметы в письмах? Если мы работаем, выполняем всю эту конструкцию, скажем, на Java, то мы можем сказать, давай нам всех аватаров, сохранили их в массивчик, потом взяли, по этому массиву создали письма, идентификатор созданных писем собрали опять в массивчик, а потом добавили ИТМА по вот этим вот идентификаторам. Если не пользоваться, в этом случае Java. Как быть? Что сюда вписать? Просто взять и сказать, что мы возьмем все письма, у которых идентификатор, тема письма, шаблоны письма, ну, ресурс письма, равен 17, нельзя, потому что там 2-3 обновления назад уже могли быть отправлены письма с таким же ресурсом, но там, допустим, не меч-кладенец, а что у нас может быть такое веселое, скатерть-самобранка. Если мы сделаем такой запрос, то мы ко всем, значит, скатертям-самобранка сбоку положим еще один меч. У человека будет одно письмо с мечом, второе письмо со скатерть, и с мечом. То есть, нужно как-то учитывать то, что добавлять вот эти итома надо только вот в эти письма. Ну, хорошо, можно пойти достаточно простым путем, который работает более-менее везде. Мы создаем временную табличку, в которую записываем максимальное значение последнего письма. Мы молодцы. Мы теперь знаем письмо. Записали. создаем письма. Теперь создать предметы становится тривиальным по причине того, что мы можем просто взять все письма, которые были добавлены после создания вот этой временной таблички. То есть, по сути, такая переменная. как оно работает, понятно. То есть, сначала запомнили идентификатор последнего письма, создали письма и добавили во все новые письма, то есть, те, которые были созданы, у которых идентификатор больше того, которые мы запомнили, новые предметы. Причем, в контексте того, что базы поддерживают транзакции, то, что кто-то по соседству создает новые письма, оно никак не повлияет на работу, потому что мы изолированы от этих письмов и созданы параллельно письма, они нам будут не видны, пока мы не закроем транзакцию. То есть, если мы выполняем все это в одной транзакции, то этот код будет валидным. Если мы будем выполнять это не в одной транзакции, этот код не будет работать. Почему? Потому что как только транзакция закончится, временная таблица куда-то исчезнет. Если мы попробуем выполнить это в нескольких разных транзакций, то на момент этого запроса оно существовать не будет. Тот же самый код можно сделать немножко другим способом. Мы можем сказать, что во временную таблицу мы положим идентификаторы свежесозданных писем, как вариант. тогда мы говорим, что мы добавляем письма вот insert inter, возвращаем результат, возвращаем идентификатор нового письма и вот эти вот полученные идентификаторы кладем во временную таблицу tmp.mail. дальше уже добавляем предметы в письма, которые получили с идентификаторами, которые мы создали на предыдущем этапе. если пойти еще чуть дальше, можно схлопнуть эти два запроса в один. То есть мы добавляем в письма, которые мы создали для аватаров. этот один из вариантов, один из примеров того, как можно воспользоваться вот этим вот виз для решения вполне конкретной задачи. фокус ясен? На следующем занятии будет РК. РК будет по запросикам. В предыдущем семестре по результатам этого РК стало понятно, что студенты совершенно ничего не понимают в джойнах. Вот как-то вот. И два задания были разобраны после контрольной. В этот раз мы их разберем до. Значит, вот такое вот начальное условие. Найти имена и классы, которые имеют друзей только в том же классе. Вернуть результаты, сортированные по классу, затем по имени в классе. Это вот первый запрос, который в прошлый раз вызвал, наверное, одно из наибольших раздражений и, собственно говоря, как бы это выразиться-то? Наибольшее количество эмоций. Вот. Значит, схема, которая участвует в РК, это табличка хайскулер с идентификатором, названием, именем студента и его уровнем. И таблица с друзьями, где два столбика, один ID1, второй ID2. Оба ссылаются на хайскулер, при этом в качестве условия явно оговорено, что если есть запись в табличке друзей вида 1, 2, 3, 4, 5, 6, то обязательно будет симметричное. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Так. Как данное задание вообще решается? Что в этой ситуации делать? Ну, поехали. Значит, great это класс, нам нужно найти друзей в том же классе, имена и классы. Значит, первое, что у нас присутствует? Это несчастная табличка хайскулер. Нам нужны найти учеников. Ученики нам нужны вместе с классами, то есть там name, имена и классы, у которых есть друзья. Есть друзья, друзья в том же классе. Я пока просто рисую действующих лиц этой пьесы. Значит, найти учеников, ученики. Есть друзья, друзья. Это будут друзья в том же классе. уже в классе. И нет друзей в другом классе. классе. Это друзья в другом классе. классе. Значит, есть друзья в том же классе, нет друзей в другом классе. То есть вот этих у нас нету. классе есть. Эти у нас есть. Значит, данную задачку друзья в другом. Эти у нас. В другом классе их нет, в том же классе есть. Если немножечко переформулировать эту задачу, то нет друзей в другом классе, но есть друзья в том же классе, можно по сути своей формулировать, как есть друзья в принципе, но нет друзей в другом классе. Это эквивалентно. Надеюсь, понятно, почему. хорошо. Тогда мы говорим, что здесь у нас есть друзья, но нет друзей в том же классе. И вот это безобразие мы можем выкинуть, оно как бы нам мешается. То есть нам нужно найти учеников, у которых есть друзья, но нету друзей в том же классе. В другом классе. Это мы стираем. Теперь надо как-нибудь обозвать эти таблички. Ну, я их назвал сверху буковкой H High Schooler и другой класс буковкой O отцов Аза. Ну, табличку с друзьями, табличка F. Если прописать условие, то у нас здесь будет H ID равно F ID первая связь F ID 1. Здесь та же самая связь. Ну, то есть условие связки на Join будет точно такое же. Только здесь у нас F ID 2. То есть здесь ID 1 и ID 2. тут у нас ID 1. Тут у нас будет ID 2. F ID 2 равно O ID. Так. И класс другой. Другой класс это значит, что у нас условие будет H great не равно O. То есть первое условие, второе условие, третье условие. Этих записей быть не должно по условию задачи. что значит, что их нету. То есть нам нужно выбрать, если мы вспомним схемки про Join, то нам нужно выбрать вот вот эту часть. значит, чтобы выбрать... Сейчас я здесь напишу H и здесь 2O. Вот. Чтобы выбрать вот эту часть, это у нас Left Join. Left Join, то есть левую часть, центральная часть должна отсутствовать, надо ее как-то выбросить. Left Join выберет весь кружок. Нам нужно выбросить пересечение. Выбросить пересечение, это значит, что у нас будет условие O ID из Now. Теперь запишем все это целиком. Здесь условие HID FID 1. Здесь, если вот это все условие целиком, то мы получаем Left Join. Условие связки Так, ну, Left Join имя таблицы. Я назову это HID 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 Так, сейчас я подсотру немножечко, ну и, собственно, все остальное пишем. Select. Я уже забыл, что нам нужно выбрать оттуда. H name. А, имена и классы, отлично. H great. From H, high schooler H. Join. Так, что у нас там join'ится? Друзья. Friends. F. On. О, так, стоп. HID. Давно. FID1. Left join high schooler. Он. Та-та-та. Мы потеряли условия. Тот же класс. Другой класс. Да, другой класс потеряли. Так. H. Не равно. В. Ой, иди из null. И как-то их там надо было сортировать. По классу, затем по имени в классе. Ну, это все просто. По классу. И потом по имени в классу. И это вот будет финальный запрос. То есть здесь мы нашли условия связки join1 и второй join. И, собственно говоря, получаем целевой запрос. Мы получаем из таблицы с учениками, с алиасом H, то есть вот этот кубик, всех друзей, связывая со столбцом FID. Вот join. Дальше делаем left join. По условию совпадает, ну, является другом. И по условию не в том же самом классе, в другом классе. И требуем, чтобы его не было. Получаем выборку по имени, по классу. И здесь группировка по имени, по классу, по идентификатору, order by, hg, hn. Так. Для чего нужна группировка? Группировка нужна для того, чтобы записи возвращались не более чем по одной штуке. На каждого студента. То есть вот в этом варианте, я об этом забыл, и у нас на каждого друга будет по одному. То есть сколько друзей, столько, соответственно, раз записи появится. Вот чтобы этого не было, здесь можно написать distinct. Вот сюда. Так. Вопросы? А если distinct, то это записать, и ученик с одним и тем же именем в одном классе, они не проводили виск? Да. Разница между вот этим подходом и вот этим заключается в том, что если у нас один и тот же, ну, два ученика с одинаковым именем, ну, кстати, то в одном классе, то, соответственно, в случае с distinct мы его увидим только один раз, в случае с группировкой мы его увидим два раза, как и полагается. То есть действительно где-то менее приятный способ, но просто на доске вписать как-то уже особо некуда. Не очень удачное место расположился. Вопросы. Да. В таблице, где дружба, там два раза записано, то есть, например, Иван с Вайсом, то есть он первый. Каждая пара два раза. Ну, это по условию задачи. Так, теперь вопрос. Что будет, если я вот здесь напишу left join вместо вот этого join? Ваш вариант. По умолчанию у вас join и join идут? Нет. Inner join и join идут одно и тоже. Тогда у нас не будет людей? В смысле? В смысле попадут ученики, у которых нет друзей? Да. Попадут ученики, у которых нет друзей. То есть, если мы вот сюда поставим, вот сюда вот добавим left join, то у нас попадут ученики, у которых нет друзей. Нет друзей в другом классе. Вне зависимости от того, есть у него друзья вообще в принципе или нет друзей в принципе. Так, что будет, если мы вот это условие уберем? oid is null. Зачем оно? Ну вот мы его убрали, что мы получим? Всех учеников, у которых есть друзья в этом классе? И в этом, и в других. Нет, у которых есть хотя бы один друг в другом классе. Всех учеников, у которых есть хотя бы один друг. Вне зависимости от класса. Почему? Понятно? Нет. У нас же условие 10. У нас есть условие left join, дальше длинная колбаса. Условие left, это значит, что все, что выше попадает в выборку, вне зависимости от наличия соответствующей таблицы в хайскуле. Отсечься оно может. Ну, условие where, которое может отсечь вот эти данные, нету. Соответственно, оно всегда попадет, вне зависимости от того, что у нас вот в этой таблице хайскуле. То есть нам важно, что есть запись в табличке friends. И получится, что если мы здесь уберем вот это where oid is null, мы получим всех учеников, у которых есть хотя бы один друг. Так, как его еще можно покрутить, этот запрос, так вот. Так, если мы здесь напишем не не равно, а равно, что будет? Вот в этом месте. На строгое равенство. Да. Так, это, в общем-то, первое задание, которое вызвало... Да. А мы вот left join, он соединяем результат предыдущего, предыдущего join'а? Да. Можешь вопрос. Да. А второе left join, нельзя заменить на join или bright way? Второе left join заменить на join? Если есть left join. Чего? Left join заменить на join и убрать left. Ну хорошо, where убираем, left join заменяем на join. Что получим? Ничего. Ну почему сразу ничего? Мы что-то получим. Нет. Будет inner join. Будет inner join. Что мы получим на выхлопе? То есть мы здесь убрали v, а, и мы здесь убрали left. Опять возьмем пересечения? Да. Он возьмет пересечения, но чего с чем? Получим учеников, которые и вне класса, и вне класса. У которых есть друзья в другом классе. Мы получим учеников, у которых есть друзья в другом классе. join будет требовать, чтобы была запись, у которой совпадает идентификатор друга и другой класс. v не будет отсекать записи, у которых нет соответствующего. В случае с отсутствием, да, она не будет отсекать записи, которые нашли право. Что будет, если убрать left join, оставить все остальное как есть? Нет, slow left. Все остальное оставляем как есть, просто убираем слово left. Ну что мы получим? Если мы уберем просто left, то мы получим пустой результат. Всегда. Потому что join будет требовать, чтобы у нас был друг в другом классе, а v будет требовать его отсутствия. Записи, где у нас одновременно и есть друг в другом классе, и нет друга в другом классе, очевидно отсутствуют. Совсем понятно. Если выбрать left, почему отпадут те, у кого есть друзья в другом классе? Они не отпадут. Будут выбраны те, у кого есть друзья в другом классе. Про этот класс ничего не сказано. Могут быть друзья в другом классе. Но в другом классе они должны быть. Так. Ну ладно, поехали дальше. Второй примерчик. Так. Сейчас. Сколько у нас времени-то хоть? Времени еще есть. Так. Ну поехали. Найти разницу между средней оценкой фильмов, выпущенных до 1980 года, и средней оценкой фильмов, выпущенных после 1980 года. Значит, у нас есть две таблички, которые... Первая таблица с фильмами, таблица movie. У нее есть идентификатор, заголовок, название... Заголовок, он и есть название. Дата выпуска, год выпуска, и режиссер. И таблица с рейтингами. У рейтинга есть идентификатор, есть ссылка на фильм, идентификатор фильма, собственный рейтинг, и дата, когда этот рейтинг был поставлен. Нам нужно найти разницу между средней оценкой фильмов, выпущенных до 1980 года, и средней оценкой фильмов, выпущенных после 1980 года. Ой, спойлер. Спойлер. Так. Ну, с чего начинаем? Начинать имеет смысл с того, чтобы получить просто среднюю оценку фильма. Как она получается? Первое, что нам нужно, нам нужен, собственно, сам фильм. Мид. Так, я буду использовать alias m для таблицы с фильмами. Нам нужен заголовок фильма. Использовать заголовок фильма в качестве идентификатора мы не можем, потому что названия фильмов повторяются. Я думаю, что, если задуматься, то можно вспомнить фильм, который переснимался и при этом не менял название. Например, когда-нибудь Godzilla. Вот. Не удивлюсь, если есть фильмы, выпущенные в разных местах, с одинаковым названием, но в один год. Нам нужен год. И нам нужна средняя оценка данного фильма. Средняя оценка – это средняя. Она лежит в рейтинге. Будем считать, что это R. R stars. Назовем его rate. Рейтинг. Выбираем все это из таблички с фильмами. И джойним с таблицей рейтинга. Left, Right, Joy нам совершенно не нужен по причине того, что в нашем случае нас интересуют только вот данные строчки. Но не интересуют пробелы. Так. Рейтинги. Условия, по которым нам выбор нужен. Это рейтинг MID. Давайте напишем using. Такой запрос, если мы напишем, он работать не будет. Работать он не будет почему? Потому что у нас здесь есть поля отдельно взятые – MID, Title, E и агрегат. Использовать и то, и другое одновременно без группировки нельзя. Вывод – нам нужна группировка. Группировка по фильмам. Такой запрос работать будет. Независимо от того, что у нас здесь в группировке не указано Title и не указан год. Почему? Потому что ID – это первичный ключ. Он не просто уникален, это первичный ключ. В случае, если мы указываем первичный ключ, все остальные поля этой же таблицы можно не указывать. Если мы указали первичный ключ – это первичный ключ. Если мы указали первичный ключ, остальные поля считаются зависимыми от этого первичного ключа, они тоже считаются уникальными. То есть, группировка по ним идет в том числе. То есть, если бы MID не являлся первичным ключом, мы должны были перечислить все три поля. Но поскольку он является первичным ключом, нам достаточно указать только его. В принципе, если очень не хочется писать буковки, поскольку ключ первичный, и это столбец первый, можем написать GROW BY 1. То есть, один в данном случае – это будет первый столбец этой выборки, первый столбец – это MID, он первичный ключ, поэтому остальные можно не указывать. ГРOW BY – это не только для агрегации? ГРOW BY – для агрегации, очевидно. Ну, для группировки. В результате что мы получим? Мы получим фильм и рейтинг этого фильма средний. В качестве фильма мы получим идентификатор фильма, название фильма, год фильма и все. Так, а что нам нужно получить? Нам нужно получить среднюю оценку фильма. Разницу между средней оценкой до и средней оценкой после. Мы получаем это, мы это не получаем. Значит, но вот эту вот часть мы можем использовать как подзапрос. Если мы используем подзапрос в поле FROM, то мы должны дать ему алиас. Нет, R. Ну, допустим, T. В принципе, можно и R, но это может сбивать с толку. Так, в смысле? Теперь нам нужно получить разницу до 1980-го и после 1980-го. Как это сделать? Значит, средний рейтинг после, допустим, после 1980-го. Средняя. И далее делаем условие. Кейс. Вен. Год. 1980-й. Ну, как-то так. Это у нас после. Ну, кто-нибудь догадался, как будет выглядеть запрос на до? В общем-то, все то же самое. Только. Так. 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 Значит. Так. Это у нас before. Нет. Значит, что тут написано? Мы берем среднее. Нас интересуют только записи. До 1980-го и после 1980-го. В варианте после, это те, которые больше 1980-го, в варианте до те, которые меньше 1980-го. Значит, тут есть несколько вариантов, как этого добиться. Вариант первый. Мы можем сделать отдельно запрос из этого подзапроса, при условии, что у него будет условие меньше 1980-го, потом продублировать его еще раз. У нас будет еще один подзапрос. В общем, на самом деле это не очень красиво, и вот эта часть будет дважды. Можно сказать так, что мы будем считать среднее только для тех записей, которые получаются вот этим выражением. Выражение тут такое. Если год больше 1980-го, то мы берем рейтинг. В противном случае мы берем null. Null в подсчете на среднее никак не влияет. Он игнорируется. Соответственно, у нас будут подсчитываться только рейтинги, которые были после 1980-го года. Вторая строка с тем, что «до». Все то же самое, только вместо «больше» знак «меньше». И мы здесь получим средний рейтинг по фильмам, выпущенным после 1980-го, средний рейтинг по фильмам, выпущенным до 1980-го. А без «else» не работает? Без «else» может и работает. Я не пробовал. Я не готов утверждать. Скорее всего, работает. Но на вскидку я не скажу. А нам нужно найти разницу. Что нужно, чтобы получить разницу? А? Да. Собственно, здесь… Все. Нет, по модулю брать не надо. Разница не подразумевает наличие модуля. То есть, она может быть и положительной, и отрицательной. Собственно, все. Так. Вопросы есть? Как поведут себя фильмы, которые вышли в 1980-м году? Почему? По условиям мы их не должны учитывать. По условиям мы их не должны учитывать. А как они себя поведут фактически? Должны учитывать. Ну, у меня заменены. Они в обоих столбцах, ну, здесь и здесь, получат как null значение. Так. Ну, я думаю, в общем, понятная идея. Можно этот запрос немножко по-другому написать. Я его уже переписывать не хочу. Можно вот это вот условие верхнее перенести внутрь под запрос. Тогда оно будет выглядеть вот так. Понимаете? И вниз его. Ну, принципиально ничего не меняется. Теперь немножечко про представление. Значит, в SQL-ных субэдерях есть понятие представлений. Суть представления сводится к следующему. У нас есть какой-то запрос. И мы этот запрос можем выполнить, как, вот, не знаю, что. Именованный запрос, именованный селектор. То есть, создать представление имя, виз и дальше какой-то селект. Значит, какие тут есть опции? Create to Reply. To Reply, я думаю, понятно. Это если мы хотим либо создать, либо изменить существующее. Ну, заранее не знаем. Temp либо Temporary. Это представление будет удалено по завершению транзакции. Если в представлении участвует запрос, извлекающий данные из какой-то временной таблицы, то само представление само по себе будет временным. Сразу же. Рекурсивное представление. Даже думать не хочу, что это. Но, тем не менее, это можно сделать. Дальше. Запрос. И with Cascade Local Check. Это возможность того, как он себя будет вести при попытке апдейтить представление. Значит, зачем оно может быть нужно? Во-первых, если у вас есть какой-то длинный запрос, то вы можете его написать и потом использовать его повторно в разных случаях. У меня, когда работал с Berkut Call-центром, был достаточно длинный запрос на тему того, чтобы получить список звонков, которые в этот Call-центр пришел. Это была совершенно неожиданно для меня нетривиальная задача, он такой, странички на Адве был. И вот он очень хорошо вложился в концепцию представления. Чтобы его не писать каждый раз повторно. Потом, значит, представление позволяет разделить логику хранения данных и логику программного обеспечения. Например, у вас есть таблица с аватарами, вы из нее получаете данные, структура таблицы поменялась, но вот какому-то приложению, Крой Физносу, надо получать данные именно в том виде, в каком есть. Можно сделать представление. Потом есть, например, возникает иногда ситуация, когда приложение, оно может сделать один запрос, и вот этот запрос, он должен быть какой-то простенький, там, select что-то. И в такой ситуации тоже, то есть, в некоторых ситуациях, когда API между базой и приложением является достаточно жестким, и работают разные команды, люди, которые пишут программный код, говорят, мы будем делать такое-то представление, а что оно там внутри делает, нам уже не очень важно. Это делают датабейс-разработчики. В таких случаях оно тоже позволяет разделить ответственность. То есть, есть простое представление, которое дергает какую-то достаточно сложную и развесистую логику. Представление позволяет ограничить доступ к данным в некоторых случаях. Например, можно сказать, что мы позволяем получить данные, у которых текущий пользователь совпадает с текущим пользователем. И тогда пользователь будет видеть только те записи при получении этого представления, которые удовлетворяют этому условию. Он не сможет видеть записи, у которых владелец является другим пользователем. То есть, в случае, если мы ему даем возможность читать из таблицы, он видит все, что в таблице написано. В случае, если мы даем ему возможность читать представление, он видит только то, до чего он может дотянуться через это представление. И то же самое касается с возможностью обновления. Представление может быть обновляемым, и через это представление пользователь может обновлять только ту часть, до которой он может дотянуться. И из недостатков. Представление не может иметь своих триггеров персональных, оно использует те триггеры, которые есть в самой таблице, и таблицы, которые используются в представлении, должны существовать на момент создания этого представления. То есть, ну, самый простой вариант представления, который есть. Если у нас есть столбик, который получит либо вычисляемое имя, либо имя его совпадает с другим столбцом, мы имя этого столбца должны задать явно. То есть, вот здесь вот ID, ID, все. Какое-то из них надо переименовать. Ну, например, вот так. Представления могут в себя включать разные развеселые конструкции, которые, там, группировки, агрегации и прочие вещи. Если представление включает все только в, а не включает группировок, оно является простым. То есть, одна таблица, никаких джойнов, никаких группировок. В такой ситуации, к данному представлению можно, над представлением можно выполнять операции update, delete, insert. Что происходит в этой ситуации? Когда происходит insert, столбики внутри представления проворачиваются в обратную сторону, и добавляется соответствующая запись в таблицу. Все поля, которые не указаны, получают значение по умолчанию. Если в поле участвует какая-то формула, то, увы и ах, фарш провернуть в обратную сторону не удастся. Так, это вот касательно, если есть группировка, если есть union, если есть несколько формов, то представление тоже нельзя будет поменять. То есть, вот простой пример изменяемого представления. Создали табличку, создали представление комедии, которое показывает все фильмы, у которых тип равен комедии. Так вот, если не писать ничего, дальше, то есть, where kind равно comedy, то при добавлении любой комедии, которая есть через обычный insert, она просто добавится в эту таблицу. Если добавить cascade check, то будут проверяться условия для добавляемой записи, которые указаны в where. То есть, при попытке добавить сказам анимацию той истории, мы получим ошибку, связанную с тем, что анимация, которая не равна комедии. Если мы добавляем комедию, то мы это сможем сделать по причине того, что комедия все-таки комедии равна. То есть, вот представление, подытоживая о представлениях, они позволяют, во-первых, делать какие-то общие части, выделять запрос, если мы этого очень хотим. И если представление простое, они позволяют ограничивать возможности по модификации данных со стороны пользователя. То есть, пользователь может прочитать только то, что в представлении указано, либо добавить только то, что подходит под условия этого представления. Так, что еще доброго можно про них сказать? Если какой-то запрос вынесен в представление, то он, по сути своей, будет выполняться внутри другого запроса, как под запрос. То есть, представление будет вести себя именно как под запрос. Это значит, что все условия на равенство, неравенство и свыше стоящего запроса, они будут потихонечку спускаться оптимизатором. То есть, при выборке данных из представления, допустим, здесь, если мы скажем, что select звездочка from comedies where title like zombie процент, то у нас условие like zombie, оно спустится на уровень представления и будут из таблички фильмов выбираться только фильмы, у которых тип комедия и title like zombie. Это вот именно на уровне СУБД. Не так, что сначала выбрали все комедии, а потом из этих всех комедий выбрали вот зомби. То есть, представления используются именно на этапе выполнения, они ведут себя так, как будто они являются частью под запрос. Так, по-моему, у меня все в пост СУБД. Давайте по докер поговорим. Значит, внезапно при обсуждении семестрового задания у некоторых студентов трепет и ужас вызвал докер. Так что, кратенько про него расскажу. Может быть, будет полезным. Так, немножечко про докер. СУБД докер, казалось бы, причем связь. Значит, докер. От чего, от чего, зачем? Вообще, как он попал в курс по СУБД? Какие есть системы виртуализации? Что такое докер-файл? И немножечко про работу с контейнерами. Поехали. Почему докер? Значит, когда в прошлом семестре студенты делали семестровое задание, они делали это следующим образом. Каждому студенту выдавали виртуальную машину. Каждый заходил на эту виртуальную машину по СССР, настраивал ее, устанавливал туда MySQL, разборачивал там свое приложение. И, собственно говоря, говорил, что он готов. Можно проводить тестирование. Преподаватель со своей, значит, виртуальной машины запускал нагрузочное тестирование на виртуальной машине студента. Все вроде бы казалось хорошо и здорово. Но есть нюансы. В чем проблема-то? Что пошло не так? Не так пошло следующее. Первое. Доступ к виртуальной машине весьма ограничен. То есть, если ты выполнил REM, RF корень, то восстановить самостоятельно уже не получится. В такой ситуации начинались переписки, что вот я запорол виртуальную машину, она больше не загружается, давайте мы ее сбросим. И, значит, на следующий день, через день виртуальная машина сбрасывалась, и студент снова мог ее эксплуатировать. Как следствие, например, такая простая процедура, как обновить СУБД, она у многих вызывала смещенный ужас. Ну, потому что, а если что-то пойдет не так, то выбираться из этой ситуации – это потеря нескольких дней. Очень неприятно было студентам, у которых в день сдачи ломались виртуальные машины. То есть, экспериментировали, 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 экспериментировали и доэкспериментировались. Вторая проблема – нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование, надо показать определенный результат. Внезапно у виртуальных машин производительность слабо предсказуема. У меня на практике был замечательный эпизод. С СУБД игрового сервера запустили на облаке Амазон. Ну, казалось бы, все хорошо, замечательно, жирное облако, много ресурсов. Все работает, все изумительно. В один прекрасный момент, ни с того ни с сего, Амазон решил перебалансировать хранилище и переместить инстанс этого сервера с одной дисковой полки, условно говоря, я не знаю, что у него там на физическом уровне, но другое. В этот момент производительность виртуалки просела раз в сто. Продолжалось это счастье порядка восьми часов. То есть нагрузка, которую может принять сервер, внезапно, никого не предупредив, безо всяких видимых причин, то есть снаружи смотришь, все работает, резко снизилось в сто раз. Ее пришлось выключить. Подождать, пока все нормализуется, и включить обратно. Это был неожиданный простой, который, в общем-то, никому не нужен был. И последняя проблема. Доступ к виртуалке имеет только студенты, и нет никакой гарантии, что на виртуальной машине запущено ровно то же, что лежит в репозитории у студента. То есть, что мы получили в итоге? Надо сдавать работу, надо сдать нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование, нагрузку померить мы нормально не можем, по причине того, что производительность непредсказуема. Проверить, насколько качественно студент сделал работу, мы тоже не можем, потому что, в общем-то, нет никакой гарантии, что это, вообще-то говоря, его работа. И, ну, печаль. Как сделать идеально? Идеальный, значит, способ, который, вроде бы, решен всех этих недостатков, выглядит достаточно просто. Мы говорим, студент пишет инструкцию, как развернуть приложение, преподаватель берет репозиторий, разворачивает из него это приложение, запускает нагрузочное тестирование, выдает результат, вроде бы все хорошо. Хорошо, но есть нюанс. Если каждую работу проводить через вот эту вот мясорубку, то времени на всех не хватит. В качестве решения нас спасает докер. Все то же самое. Студент пишет инструкцию, как раздеплоить приложение. Инструкцию он пишет не на простом, понятном, как там, русском языке, который славится своей однозначностью формулировок, а внутри докер-файла. Значит, поскольку все это внутри докер-файла, у нас есть возможность развернуть данное приложение, используя инструкцию, которую написал студент, на эталонном компьютере. Причем это может быть вполне себе физический компьютер, который вот он стоит, не меняется, никто его не трогает. То есть, что такое докер вообще? Докер это система контейнеров, которая позволяет упаковать в приложение контейнер, и, собственно говоря, потом его легко развернуть. То есть, это такая вот некая помесь системы деплоя и виртуальных машин. Значит, по поводу виртуальных машин. Какие вообще есть варианты виртуализации? То есть, и где в этом месте занимает свое место докер? Варианты виртуализации следующие. Первое, это динамическая трансляция. Есть еще симуляция полная, где выполняются ассемблерные инструкции, вот как они есть. Просто на этапе берем, смотрим, что у нас там за ассемблерная инструкция и выполняем. Там с производительностью все очень грустно, поэтому мы его не рассматриваем. Динамическая трансляция выполняется на том же железе, что и хост, но все перехватываются обращения к низкоуровневым системным вызовам, подменяются. И так работает, например, в МВАРе. В МВАРе, КВМ, Виртуалбокс. Их множество. В качестве плюсов можно поставить любую операционку. Любую операционку, которая способна работать с этими системными вызовами. Windows, DOS, Linux, некоторые MacOS запускают. Ради бога, никаких проблем. Есть пара виртуализации. Пара виртуализации, она появилась где-то в то время, когда поддержка динамической трансляции еще отсутствовала на уровне оборудования в x86. Суть сводилась к следующему, что нет эмуляции железа, как таковой, и часть вызовов, которые надо, чтобы виртуальная машина абстрагировала, поддержка их закладывается на уровне ядра операционной системы. То есть надо ядро как-то поменять, модифицировать. В таком виде жил Xen. Windows уже не поставишь, но с другой стороны, оно вполне себе нормально живет без аппаратной поддержки виртуализации и вполне себе комфортно с точки зрения накладных расходов. Но все равно, каждая виртуальная машина работает со своей памятью, свои операции с диском и так далее. И есть контейнерная виртуализация. Контейнерная виртуализация. У нас единое ядро операционной системы. Тоже у контейнеров и у хост машины единое ядро. И это ядро, по сути своей, для нее контейнер это отдельное приложение. В качестве плюсов этого подхода гораздо меньшее потребление оперативной памяти, потому что кэши, например, операционки, они являются общими как для хост машины, так и для виртуальной машины. Нет такой проблемы, что виртуальная машина ей дали сколько-то гигабайт, она все эти гигабайты съела и непонятно, они вообще свободны или нет. То есть с точки зрения гипервизора оперативная память, которая была отдана виртуальной машине, она занята. А с точки зрения виртуальной машины она может быть свободна. Но в любом случае ее больше никому не отдать. С контейнерами такой проблемы нет. Яркий представитель контейнеров это LXC и OpenWZ. С OpenWZ это все пошло, LXC появился попозже. Docker жил изначально поверх LXC, а потом как бы начал отдельно эксплуатировать ядро. Значит, плюсы контейнеров меньшее накладные расходы на все про все. Я нашел графички, которые сделала компания IBM. Если посмотрите эти слайды на GitHub, там будет ссылочка, откуда я это все стащил. Суть сводится к следующему. Если посмотреть производительность, то TCP, например, количество тактов на байт. Нативное железо без контейнеров. Оно самое замечательное и хорошее. Здесь ниже лучше на данном графике. Docker у него достаточно толстый слой абстракции сетевого уровня, поэтому в случае, если он использует NAT, у нас достаточно грустно с сеткой. Полноценная виртуализация KVM примерно чуть получше Docker. В остальных случаях выглядит все более приятно. Так, это что у меня было? Это раундтрип. Раундтрип это время задержки между отправкой и получением пакета. Количество тактов на один сетевой пакет, когда шлется много-много-много-много данных, количество тактов на один байтик. Нативное без контейнеров все хорошо. Docker и KVM примерно на одном уровне. То есть что-то на получение лучше, на получение хуже, но в целом оно сопоставимо. А если сравнивать производительность ввода-вывода, то ситуация меняется. Значит, с точки зрения потокового чтения они все примерно одинаковые, но у KVM гораздо больше разлет. А вот с точки зрения случайного чтения, которое как раз определяет, сколько транзакций за секунду способны отработать оборудование, нормальная виртуализация сильно-сильно проседает. То есть где-то вдвое. Docker в целом получается примерно сопоставим с хост-машиной. То есть сеть у него достаточно толстая прослойка, он там дает пенальти сопоставимое с виртуальной машиной. Вот вывод, у него поведение аналогичное хост-машине. То есть как минимум это не хуже виртуолога. Теперь немножечко про Dockerfile. Что это такое? Dockerfile это по сути своей инструкция, как собрать контейнер, чтобы потом его можно было запустить. Туда запекается все. Туда запекаются команды, которые выполняются, всякие баш, копии, эхо и компания. туда запекаются установленные приложения, туда запекается сервер и выглядит примерно вот этот, ну то есть там, если вы хотите использовать Postgres, он туда же упаковывается внутрь. Например, как-то так. From это исходный контейнер, который берется за основу. В данном примере за основу берется образ Ubuntu 16.04. У докера есть свой репозиторий контейнеров, там есть разные варианты, которые можно использовать как базовые образы. Для всех распространенных операционок из Linux-семейства они есть. То есть берем Ubuntu. Монтейнер, ну это кто за него отвечает? Кому задавать вопросы, если что-то пошло не так? Команда, которую нужно выполнить внутри контейнера. Каждая команда, каждая строка докер-файла, вот каждая команда докер-файла создает отдельный слой. То есть первый слой базовый, потом слой, который добавляет строчку кто вообще его создал, слой, который выполняет apt-get update, слой, который выполняет apt-get install openjdk, слой, прописывающий переменное окружение work, которое ссылается на вот этот вот путь, ну, вот эту строчку содержит, добавляется файлики из директории java-spring в директорию на внутри контейнера, добавляется директория внутри контейнера. По поводу добавления директории, важная ремарка, то, что добавлять можно в той же директории, в которой лежит докер-файл. то есть вылезти за пределы нельзя, то есть использовать точка-точка нельзя. Смена текущей рабочей директории и запускается сборка приложения прямо в контейнере, говорим, что мы будем работать на 5000 порту, то есть докер явно должен, докер-контейнер должен явно объявлять точки интеграции с родительской системой. Это точки монтирования, которые есть, то есть такие-то директории, если мы хотим, чтобы у человека, использующего контейнера, была возможность сохранить файлы, мы должны явно объявить. По-моему, волюм команду. Если сетевые порты, мы их тоже должны явно объявить, в данном случае это и делается команда expose. И cmd это команда, которая будет выполнена по умолчанию, когда этот контейнер попробует запустить. То есть как только контейнер запустит, в нем запустится вот эта команда и он будет жить ради этой команды. Если кто-то прибьет джаву внутри контейнера, контейнер схлопнется. Каждая команда это отдельный слой. Если собрать контейнер и запустить history, то можно эти слои увидеть, заодно посмотреть, сколько они занимают. Значит, команды выполняются по порядку, каждая команда создает свой слой и каждый слой имеет какое-то место, ну, занимает какое-то место на диске. Слой содержит в себе только изменения, которые относятся к этому слою. Например, если здесь посмотреть expose, то данный слой занимает целых 0 байт. Но это не совсем правда, где-то информация про expose все-таки хранится, но суть заключается в том, что он содержит в себе только те данные, которые этот слой добавил. Вот слой с apt-get, где он у нас есть? вот container, вот apt-get update. apt-get update выкачивал из интернета в этот слой 39 мегабайт. И слой получился такой, на 39 мегабайт увеличился. Значит, есть волшебная команда nocash. Зачем она нужна? Когда собирается контейнер, докер пытается собрать только те слои, которые поменялись, по его мнению. То есть, если выполнить эту команду дважды, то он сначала соберет контейнер, потом сделает ничего. Скажет, что у меня уже все готово, ничего не менялось. Если мы поменяем директорию, в которой собирается контейнер, то он начнет с вот этого этапа. Ну, потому что до этого этапа на данный контейнер директория никак не влияет. Да? Директория и фамики. Да. Ну, он заново начнет с этого этапа. И все будет по-чесноку. Это может иметь некие неприятные моменты, когда, например, команда apt-get update выполнялась несколько дней назад, последний раз, а потом началась установка, допустим, джавы. И по старому пути джава уже не скачает. То есть apt-get update недельной давности, apt-get install уже не работает. В такой так каждый собранный контейнер представляет из себя образ. Список образов можно получить командой docker images. Имя образа вот оно. Оно задается ручками при сборке контейнера. Можно увидеть список образов docker images, удалить образ по имени docker rmi, удалить неиспользуемые образы вот такой длинной колбасой. К сожалению, они имеют тенденцию накапливаться. Сам за собой он их, по-моему, не чистит. С контейнерами. Вот мы собрали контейнер. Теперь его надо бы запустить. Как это сделать? Docker run и дальше можно кучу параметров. Вот здесь пробелечек лишний, к сожалению. rm это удалить контейнер после остановки. Если этого не сделать, то после остановки контейнер останется. Будет ждать, пока его запустят снова. id interactive. Запустить контейнер и подключиться. В этом случае, если он в интерактивном режиме, то он будет реагировать на кнопочки ctrl-c, ctrl-b, если запустить bash, можно в нем поиграться по директориям пошастать. d запуск в фоновом режиме. То есть он запускается и тут же отключается. Разумеется, интерактивные и фоновые они не сочетаются между собой. name дать имя контейнеру при запуске. По умолчанию им даются странные имена, как вот в google docs к вам зашел полосатый пингвин или в этом духе. Примерно такого же вида. p это порт, порт, который мы хотим опубликовать, порт внутри контейнера. volume это проброс директорий и собственно говоря имя запускаемого контейнера и команда которая там будет запускаться. Если команда не указана, берется та же команда, которая была в контейнере под ключом cmd в докерфайле. Ну, остановить его достаточно просто. Docker stop и имя контейнера. Docker kill это более грубая остановка. Stop остановить по-хорошему, kill остановить по-плохому. Docker ps посмотреть список всех контейнеров запущенных. Если выполнить Docker ps A, defis A, то он покажет список всех контейнеров, которые были, которые запущены и которые остановлены. если мы хотим удалить все остановленные контейнеры, потому что как показывает, ну, как у меня получилось Docker run, имя контейнера, Docker остановил, запустил, остановил, запустил, остановил, потом выясняется, что у меня порядка 50 остановленных контейнеров, которые, кроме как места на диске, ничего не занимают, никакой пользы не приносят. Место занимают, а толку от них ноль. Удалить их можно вот такой же командой. запустить баш в контейнере Docker exec баш, посмотреть лог, стандартный вывод контейнера Docker locktail. Вот. Полезные ссылочки. Вопросы? 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 Вопросы?